Нет на свете ничего приятного, благородного, как сослужить службу на пользу трубе. История о двух елках красиво и не столь примечательно рассказывает зрителю о том, что необходимо искать хорошее во всем. В этом убеждены и создатели мультфильма Алина Грецова и ее учительница Елизавета Шахалевич из средней школы номер 13. Работа над созданием анимационного ролика заняла около месяца. Немалая доля ответственности над проектированием лежала на плечах ученицы 9 класса Алины. Девочка с детских лет увлекается рисованием, а с возрастом это хобби трансформировалось. Компьютер в помощь таланту, результат – увлекательная анимация. Я рисую еще с детства, с садика. Но потом, когда я уже знала, как пользоваться компьютером, то я уже перешла на компьютер и стала рисовать в нем. Я работала в программе Macromedia Flash. Это программа из школьного курса, она легкая. Это было весело просто рисовать по сценарию елку, создавать эту историю. Вместе с учительницей Елизаветой Шахалевич они продумывали завязку и развязку сюжета. Не остались без внимания и кульминационные моменты. Заставить героев двигаться по заданной траектории, записать звук, придумать образ. Эти и многие другие задачи при создании мультфильма были успешно выполнены. Мы ребята именно по работе, нам нравится именно участвовать в конкурсе. Мы любим проекты. Мы участвовали в многих проектах, конечно, мы не во всех проектах побеждали, поэтому мы на этом не останавливаемся. Нам нравится работать, поэтому мы создаем такие проекты. Плюс мы хотим показать другим ребятам, также взрослым, что мы создаем не просто обычный мультик, а мультик показать кому-то, чтобы каждый понял для себя что-то. Педагогический коллектив средней школы номер 13 имени Валерия Хована творческий, а потому любые ноу-хау здесь приветствуются. Это голографическая установка, была она создана в 2019 году. Над этим проектом работали у нас и учитель технического труда, учитель ОБЖ, учитель географии, учитель информатики. Но самый большой вклад, конечно, внесла директор, потому что за материалы надо было платить, конечно же, денежку. Это исследовательская работа учащихся, она принимала участие в районной конференции «Дети творчества и интеллект», была отмечена дипломом первой степени. И на областном этапе тоже работа была отмечена дипломом первой степени в нашем политехническом колледже. И пока одни создают новогоднее настроение благодаря мультипликации, другие работают волшебниками в другой ипостаси, устанавливают в городе елки и каждый день прибавляют красочные иллюминации. Сейчас мы стоим на набережной, здесь мы уже установили главную елку Ленинского района. В прошлом году она стояла на площади Ленина, в этом году мы ее уже переместили сюда на набережную, это будет отличие от прошлого года. А на площади Ленина мы поставим елку, традиционную нашу елку, металлический каркас и плюс живые едины. Волшебники Бреста, работающие в дорожно-эксплуатационном предприятии, всех тайн не раскрывают, потому что волшебники. Но мы об этом расскажем совсем скоро, ведь чудеса только начинаются.